Сейчас вы услышите отрывок из произведения потрясающего, которое, собственно говоря, не было допечатано при жизни Андрея Платонова, да и, собственно, большинство из его произведений оставались в аналах редакторских, потому что прозорливость мессии Андрея Платонова действительно была невероятно острой. Ханские дворики. Отрывок из повести Чивилу. Читает Георгий Месель. В ханских двориках махло пищей. Но это курили из хлеба самоглик. Где здесь совет, честный человек, спросил Копелкин хромого гражданина. Хромой гражданин медленно шел по улице, обреченный неизвестным достоинством. Ты говоришь, я честный? Но сегодня я теперь честный называю. Нету здесь сельсовета, а я есть уполномоченный волой в кома, бедняцкая, карающая власть и сила. Ты не гляди, что я хром. Я здесь самый грудный человек. Все могу. Слушай, товарищ полномоченный, вот тебе главный командированный благосполкома, он делает социализм в бубернии. По его порядке революционной сознательности и трудбушпоминности. Что у вас есть? Уполномоченный ничего не испугался. У нас-то ума много, а хлеба нету. Два наказали его. Зато самогон стелется на доль этого помещика в земле. Уполномоченный серьезно обиделся. Ты, товарищ, зря не говори. Я специальный приказ издал вчерашний день. Нынче у нас сельский болезнь в честь избавления от царизма. Да кто ж народу мою в своеволе дам вам одни сутки. Нынче что хочешь, я хожу без противодействия, а революция отдыхает. Чуешь? Да кто ж тебе такое самовластье дал, махнулся копелки с коня. Так я ж здесь все одно, что Ленин разъяснил хромой учреждений. Нынче кулаки угощают бедняков, а я по моим питациям. А я проверяю исполнение всего. Проверят, спросил Дванов. Подворно и на выбор. Все идет чином. Крепость вышита военной, безлошадной, довольной. Хромового гражданина звали Федором Достоевским. Так он сам себя переинвестировал в специальном протоколе, в котором сказано, что уполномоченный был рекомой Игнатий Машонков. Слушал заявление гражданина Игнатия Машонкова о переименовании в честь памяти знаменитого писателя Федора Достоевского. И постановили переименоваться с начала новых суток и навсегда. А в третье предложите других граждан пересмотреть свои прозвища. Регистр переименования прошло двое. Степан Четчер стал Христофором Колумбовым, а колодец из них Петр Грудин Францем Меренко. В полночном мере. Рапенкин и Тванов попали Достоевскому вне его мучительных размышлений о новых усовершенствованиях жизни. Он думал о товарищеском браке, о советском смысле жизни. Можно ли уничтожить ночь для повышения урожая? Об организации ежедневного трудового счастья. И о многом другом мучился Достоевский, не давая своей семье спать ночью. Покушав пшенной кашей в хате Достоевского, Копенкин и Тванов завели с ним неотложную беседу о необходимости построить социализм будущим летом. Советская Россия, убеждал Достоевского тварь, похожа на молодую березку, на которую кидается коза капитализма. Он тоже привел газетный лозунг «Гони березку в рост» и начал съесть ее коза Европы. Достоевский попленел от мучительного воображения неминуемой опасности капитализма. Действительно представлял он, прискачет белая коза, обладает молодую кору, заканится вся революция и замерзнет нас. «Нас, так за кем же дело, товарищи? Давайте начнем тогда сейчас же. Можно к новому году успеть сделать социализм. Летом прискачут белые козы, а кора уже застареет на советской билете». Достоевский думал о социализме как об обществе хороших людей. Вещей и сооружений он не знал. Главное, сразу его понял. «Нет, товарищ Достоевский, социализм похож на солнце и восходит летом. Его нужно строить на тучных землях высоких степей». Достоевский уже все принял, «Но мне хватало какой-то общей радости над Губном, чтобы совесть и нетерпение взошли в внутри его сердца не минут от временного отсутствия социализма на Губу». Копелкин слушал, слушал, да и обиделся. «Что ж ты за гнига такая? Сказано тебе от Губы с полкома, построй к лету социализм, вы меч коммунизма, раз у нас железная дисциплина. Какой же ты леди ты? Ты советский сторож, ты в разрухе, только задерживаешь патутная душа». Иванов забликал Достоевского дальше. «Земля от культурных трав станет ярче и виднее с других планет, а еще усилится круговорот флаги. Небо станет грубее и прозрачнее». Достоевский обрадовался. Он окончательно увидел социализм. Теперь оставалось только установить советский смысл жизни. Ведь для этого дела единогласно выбран Достоевский. И вот он сидит сороковые сутки без сна и в глубокой задумчивости. Красивой чистопотной девушке приносит на вкусную пищу, борщ и сведину, но уносит ее целое пратно. Достоевский не может очнуться от своей обязанности. Девицы влюбляются в Достоевского, но они поголовные партейки и мучаются молча. Порядка сознательности. Достоевский корябнул ногти по столу, как бы разбежевывая эпоху на двое. Даю социализму. Еще рожь не поспеет, а социализм будет готов. А я думал, что я тоскую. Это я по социализму скучал. Ночью Достоевский разбудил спящих. Капенкин, еще не проснувшись, клотится за самлю для встречи внезапно напавшего врага. Это я ради социализма тебе готов. Чего ж ты раньше не разбудил? Строго спасибо, Капенкин. Скотского поголовья у нас нет, сказал Достоевский. За половину ночи, как он успел продумать деда социализма, до самой жизни. Какой же тебе гражданин пойдет на тучную степь, когда сказали, замучился я от волнения? Капенкин почесал худой резкий кадык, как бы потроша горло. Саша, сказал он гванов, ты не спи зря. Скажи этому элементу, что он советских законов не знает. Затем он мрачно пригляделся к Достоевскому. Ты белый вспомогатель, а не районный лев. И над чем тут? Да ты выгони завтра весь скот, если он еще у кого остался. И подели. Подушевать по революционному чувству. Крепно готово. Капенкин сразу же заснул. Он не знал и не понимал душевных сомнений, считая их изменой революцией. Роза и к судьбу заранее изо всех продумала все. Теперь остались только подвиги вооруженной руки для сокрушения видимого и невидимого врага. Ночью Дванов и Капенкин уехали. А воин-путникам стало легче, когда они почувствовали дорогу, ведущую вдаль от густоты населения. У каждого, даже отсуточь, на селности вселся, скоплялась села доски. И поэтому Достоевкин и Дванов боялись подолгов хаб и стремились на дороги, которые отсасывали у них и лишнюю кровь из сердца. Уездная широкая дорога пошла навстречу двум садникам перевесших коней на степную рысь. А над ними было высокое стояние ночных облаков, едва освещенных давно зашедшим солнцем. И опустошенный дневным ветром воздух больше не шлились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова